Аварий на дорогах области меньше не стало, а вот смертность в ДТП за этот год снизилась на четверть. В Новосибирске еще больше, на 38%. Госавтоинспекторы и медики подводят итоги года. О спасенных жизнях Наталья Цопина. Больше тысячи аварий, сотни погибших. Дорога – зона повышенной опасности. Хорошо об этом знает житель Кыштовки Файзулла Аюпович. Он возвращался домой пешком, под сильным ливнем. На выезде из райцентра водитель не заметил пешехода. Видимости вообще практически не было. И назад вернулась, меня сдала в больницу. И, слава богу, все, что так не уехало ведь. А то бы там и остался. Там безлюдное место. В себя пришел в районной больнице. Там пролежал месяц. Как только стало можно, перевезли в областную. Надолго. Вячеслав Боедуков в это отделение попал из Коченевской ЦРБ. Говорит, память не вернулась. Рассказывает с чужих слов, как ехали с товарищем на работу в 7 часов утра. На встречу летел Геленваген. И куда они терапились так? Я ехал на встречу этот парень. Я ехал. 60 километров. Впереди меня никого. Я спокойно ехал. Сзади ехал. Вот. Да, мы нашли потом свидетеля, что он видел, хотел бы даже обгонять меня собираться. Дальше момента самого никто нигде сказать не может. Потому что так произошло все неожиданно. Он так улетел. Все увидали только удар сильный. И услышали удар. И увидали дым. Оказывается, это не дым был, а пар. Счастье большое, что ни одна из машин не загорелась. Из машины Вячеслава доставали 40 минут. 12 дней в коме. 5 операций. Погиб не только друг, но и один из пассажиров Геленвагена. В отделении травматологии областной больницы пациентов, пострадавших в ДТП, всегда много. Часто врачам приходится выезжать в районы, где произошла авария. Присылают сначала по электронной почте нам снимочки. Мы ориентируемся. Уже здесь, что необходимо взять, что созваниваемся с ними, что у них есть. Ориентируемся, что у нас, нам необходимо взять. И уже приезжаем на место и на месте, скажем так, оперируем. Дорожные инспекторы отчитываются в этом году. Количество аварий на трассах области снизилось. Меньше стало пьяных водителей. Улучшили статистику те, кто недавно получил права, и мотоциклисты. Отмечают рост количества дорожных происшествий с участием детей. Но при этом погибло в два раза меньше юных пассажиров. Всего же в результате ДТП в регионе погибло на четверть меньше людей. Мы люди, сотрудники ГАИ, суеверные. Но сегодня уже можно говорить. Вот на сегодняшний день на 100 человек, погибших на наших дорогах, меньше. И я надеюсь, что такая же тенденция продолжится и до конца этого года. И, естественно, необходимо принимать какие-то меры, чтобы такая же обстановка была на наших дорогах и в новом, в 2016 году. Специалисты допускают. Улучшить цифры помогли, например, изменения в уголовный кодекс. Люди стали больше задумываться о последствиях, которые может привести несоблюдение правил дорожного движения. Но главное называют совместную слаженную работу. Работа будет продолжаться. Мы сегодня все равно рассматриваем усиление бригад, так называемых трассовых бригад. Проблема одна в ДТП сегодня, особенно на трассе, это быстрая доставка больного в медицинское учреждение в ближайшие. Вот здесь особенно мы теряем. Вот те меры, которые мы смогли сделать сегодня совместно с трудниками ГИБДД, я считаю, что они позволили нам эту цифру сегодня достигнуть. За каждой цифрой спасенные жизни. Наталья Цопина, Олег Сурков, Александр Егоров. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова